Сегодня, 7 ноября, годовщина Октябрьской революции. В советские времена в этот день обязательно проходила демонстрация трудящихся. И что примечательно, именно в этот день открывался зимний сезон. На парад дамы, как правило, надевали шубы. Сегодня о теплой одежде речь не идет. Погода бьет температурные рекорды. Как запоздалая бабья лето может повлиять на урожай следующего года, смотрите далее. Погода в очередной раз продемонстрировала, что Чувашию-таки стоит признать зоной рискованного земледелия. Такую бы погоду да в сентябре вздыхают в Минсельхозе. Под урожай в 2004 году в республике у нас зимовая культура засеяна на площади 71 500 гектаров. Хотя изначально мы планируем республику засеять в пределах 100 тысяч гектаров. Но здесь, наверное, есть ряд причин. Это основное первое. Во-первых, сентябрь месяц был у нас дождливым. Практически в среднем по республике выпала трехмесячная норма осадков. Но сами понимаете, что агротехнические требования у нас есть сроки. И в связи с этим все-таки до 100 тысяч гектаров мы не дотянули. А в целом, если взять к уровню 2012 года, площади озимокультуры у нас конечно увеличились. Если бы по прошлому году у нас было засеяно 69 500 гектаров, то я уже озвучил 71 500 гектаров этот подружай 2014 года. Наши сельхозтоваропроизводители на сегодняшний день засеяли. Но это, наверное, также повлияло и на ход уборочных работ. В целом у нас по перевлажнению почвы был объявлен первый район. Это Аллатрский и Паритский районы. Но, скажем так, что зерновые площади ряд районов и в целом по республике убрали. Но вот, конечно, уборка картофеля у нас затянулась. Для пессимистичных прогнозов время еще не настало. Хотя и поводов для радости не так, чтобы много. Сельхозтоваропроизводители сводят дебет с кредитом и надеются на понимание. Были большие потери. То есть зерно заходило с очень высокой влажностью. До 32% заходило зерно на переработку. Ну, естественно, огромные затраты. Сейчас, естественно, будем подводить итоги. То есть и строить планы на будущее. То есть в том плане, что как поступить, как правильно распределить денежные средства. То есть где по возможности сэкономить, чтобы сохранить существующие пассивные площади. Вот сейчас на данном этапе уже провели переговоры и с Россельхозбанком, и со Сбербанком. Так как у нас проблем никогда не было с погашением задолженности. То есть к нам идут навстречу. Проводят изменения графиков платежей. Чтобы в настоящее время, то есть когда нам тяжело, ну, помочь и нам, как бы и себе, естественно, в том плане, чтобы не потерять клиента. То есть банки идут навстречу. Что же касается бабьего лета не ко времени, то аномально теплые осень и начало зимы несколько лет назад уже наделали неприятностей. Тогда зимы и пошли в рост, а снег не успел лечь до настоящих морозов. Правда, сейчас еще не декабрь. Пшеница находится в более лучших условиях, потому что сеяли ее позже. Ну, как бы сроки сева у пшеницы, они изначально позже получаются. То есть она, как бы, меньше тепла, естественно, получила, то есть она будет менее подвержена зимой, допустим, повреждениям. Вот. Ну, все зависит опять от того, какой будет снежный покров. Вот. Рожь сейчас находится в нормальном состоянии, то есть она раскустилась, но излишнее тепло, конечно, ослабляет растение. Но уйдет в зиму уже более ослабленным. Вот. Но если будет хороший снежный покров, я думаю, проблем не будет у нас с зимами. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.